Лучшего тракториста сегодня выбирали среди выпускников Ненецкого профессионального училища. После теоретической части, в которой ребята показывали свои знания в области правил дорожного движения, в финале оказалось пятеро участников. За конкурсом наблюдала и наша съемочная группа. Конкурс профмастерства в Ненецком профессиональном училище проводится каждый год, при условии, что по данному направлению есть выпускная группа. В этом году выбирают лучшего автомеханика, сварщика и тракториста. По количеству набранных баллов после теории в финале оказались пять ребят из двадцати. В практической части трактористы должны подъехать задним ходом к прицепу, закрепить его, показать разворот. Всего надо выполнить шесть упражнений. В жюри конкурса три человека. Из них два мастера, которые работают с ребятами. Председатель судейской комиссии, опытный тракторист-стажист, представитель муниципального предприятия «Северожилкомсервис». Их предприятие предлагает рабочие места выпускникам училища. Победители, они тоже осматривают работодателей и по необходимости они их приглашают. Проблема у нас с ребятами бывает только в том, что они уходят в армию некоторые. И потом уже приходят. Те, кто уходят, например, в декабре, то летний период, это осенний, они нередко тоже устраиваются. Поэтому надеемся, что сегодня и победители, и два призера, как правило, три человека, мы можем их позиционировать как победителей лучших из лучших. И я думаю, что и предлагать работодателям в том числе. После подведения итогов победитель получит денежное вознаграждение в размере 4 тысяч рублей. Остальные четверо финалистов также будут поощрены. Иван Никонов, Александр Бабрякович, Владислав Носкин, Телеканал «Север».